Любовь к себе А тема сегодняшнего выпуска касается и актуальна абсолютно для каждого человека Эта тема – любовь к себе И поможет смотреться в эту тему нам психолог Наталья Доллер Привет, Наташа Мы будем сегодня с тобой на «ты», потому что мы учились в одной группе Я думаю, что это не секрет И первый вопрос, который мне хотелось бы тебя спросить Про любовь к себе Если по-простому, что такое любовь к себе? Как можно объяснить это человеку, может быть, даже непонимающему про психологию ничего? Ну, я для себя так бы ответила на этот вопрос Что это прежде всего принятие То есть это принятие всего того, что есть Не деление на плюс и минус Вот это мне нравится, вот это не нравится Да, это просто есть, я это принимаю И вот, ну, мне кажется, это ключевое в любви У каждого психолога же есть какая-то своя вот любимая тема Которая любимая прочих Я знаю, что у тебя есть марафон про любовь к себе Как ты пришла к тому, что стоит погрузиться именно в эту тему? Что ты выбрала для себя одной из таких ключевых? Ну, для меня лично вот этот вопрос любви к себе, он как бы никогда не стоял так То есть у меня не было какой-то озабоченности тем, что вот это я в себе не люблю И нужно там как-то это полюбить Скорее у меня была просто какая-то, ну, такая личная история, которая, наверное, есть у каждого Которая задает, ну, определенные рамки То есть ты хочешь куда-то двигаться, развиваться, да, но тебе что-то мешает Стеснение там или, ну, вот какие-то такие моменты И, ну, и поскольку я психолог, я ходила на терапию И много раз рассказывала с разных ракурсов эту свою историю И заметила, что, ну, какого-то чувственного переживания нет То есть как бы я понимаю там, типа, все проблемы из детства Там, да, мы разобрали какие-то нюансы Понятно, почему так произошло и как бы что с этим делать Ну, как будто чувственно я в это, ну, не включалась То есть понимание есть, а изменений каких-то особых нет Вот, а потом у меня был такой интересный опыт в дружеском общении Просто поделившись вот этой историей Я получила, ну, такую честную, мне кажется, первый раз Такую искреннюю, какую-то сочувствующую реакцию И вот так меня, ну, как-то это прошибло Я как будто другими немножко глазами Наверное, глазами вот этого человека Ну, ощутила, что вот это действительно Ну, как-то стоит, в общем, да, внимание, сочувствие и сопереживание И вот это все начало менять И тогда я как бы задалась вопросом А что, собственно, такое произошло Что вот до этого там Все бесконечные часы терапии мне не давали А здесь что-то такое случилось И я поняла, что это вот именно сочувствие Именно принятие вот этой истории То есть что у каждого, у каждой трудности Или у каждого недостатка, с которым человек сталкивается Есть некая история, которая предшествовала Которая как бы дает право и основание, да, сейчас там Ну, чувствовать некую скованность в том или ином вопросе И когда человек получает сочувствие к этой истории Его как будто бы отпускает И я поняла, что вот, ну, вот этот момент, он в самой основе лежит Потому что когда я сама себе могу посочувствовать Я могу это принять Соответственно, мне очень легко тогда себя любить И как-то, ну, в себя вкладывать И это как будто естественно Не из ума нужно там то-то и то-то, да, чтобы себя полюбить А как будто оно, ну, по-другому и не может быть Потому что я понимаю природу как бы То есть сердце нужно вылечить только сердцем Даже свое Да, вот такое какое-то ощущение Что вот именно живой отклик Не инструмент, да, не когда тебя лечат А когда тебя видят А с чем, по твоему мнению, часто путают любовь к себе? То есть, ну, как бы извне Можно же легко запутаться Любить себя человек не любит И изнутри тоже, кстати, можно легко запутаться С чем часто можно спутать любовь к себе? Ну, то, что я вижу, замечаю, да, традиционно считается, что любить себя Это вот, ну, как-то очень так хорошо к себе относиться Заботиться о своей внешности Заботиться о своем здоровье Там, вкладывать в свое образование, да, то есть, в общем, делать какие-то действия И форма, ну, как бы она адекватна, да, то есть, любовь деятельна Она проявляется действительно в какой-то такой реальной заботе Но у меня здесь всегда вопрос к, как бы, к основанию, да, что движет человеком Вот он любит себя и поэтому ведет себя там в салон Или он ведет себя в салон, чтобы он мог на себя смотреть в зеркало И не плакать Да, и не плакать Или там, я занимаюсь своим самообразованием, потому что я считаю себя дурой И мне поэтому очень нужно повысить уровень и, наконец, смочь себя любить Или я себя люблю, я собой интересуюсь, да, и следую за своим любопытством И повышаю вот этот свой уровень, как бы естественно Вот, поэтому отличить действительно сложно, потому что форма одна и та же Два человека, не знаю, бегущие на беговой дорожке в тренажерном зале Могут, один будет любить себя, а другой нет Один из любви бежит, второй из ненависти То есть, грубо говоря, разница вот в этой, в мотивации Да, я делаю это из любви или ради любви Я слышала такую любопытную теорию про то, что, про чему мужчины любят стерв Теория такая, что мужчин любят стерв, потому что стервы, они, ну, похожи на тех женщин, которые любят себя И вот, любовь к себе и эгоизм, тоже такой тонкий момент, можно, как бы, спутать эти вещи Как ты думаешь, где граница между любовью к себе и эгоизмом? И не исковывает ли вот это вот, ну, желание проявлять любовь к себе страхом показаться эгоистом, ну, по-сторонним людям? Ну, вот опять же, мне кажется, что если это процесс естественный, ну, то есть просто я чувствую эту любовь, да, внутри я ее проявляю, то, ну, как-то это никогда не выглядит как эгоизм Люди так не синтерпретируют, если это честно Я думаю, что нет, просто возникает интуитивное, как бы, ощущение, что это правда, да, то есть ты смотришь на человека, например, на то, даже как он там, может быть, как-то позиционирует себя слишком, да Но ты веришь, потому что там есть основания, оно умом непонятно, но ты чувствуешь всегда, вот, как бы, пусто там внутри, да, это просто картинка или там что-то есть, это ощутимо со стороны Вот, а самому человеку, мне кажется, ну, точно так же, по-честному, просто себе ответить на вопрос Я вот сейчас, ну, произвожу впечатление, да, или я на самом деле так чувствую Ну, и потом эгоизм, я думаю, что это все-таки такое, ну, как бы, использование немножко другого, да, в своих целях То есть когда я хочу что-то таким образом получить от другого С манипуляцией, безусловно Да, а когда это просто, ну, такая чистая любовь и принятие себя, и я вот на этой волне что-то такое делаю, как-то проявляюсь Ну, мне без разницы, по большому счету, как это будет воспринято, назовут меня эгоистом или не назовут, да Внутри я знаю, что это просто порыв, ну, и могу себе это позволить, мне кажется, что А вот по твоим наблюдениям за, ну, вообще за жизнью, за клиентами У меня просто складывается такое подозрение, что не любовь к себе является нормой Ну, то есть 87, там, плюс-минус 3%, вот, как это к себе, так к себе относится? По твоим ощущениям, как? Ну, мне кажется, что да, то есть, как вот ребенок рождается, да, у него нет еще какого-то представления о том, какой он и каким уж там он должен быть точно, да И, ну, он рождается в семье в определенной, у него есть окружение, дальше оно расширяется И, конечно, ну, как бы социум предъявляет, да, сначала его описывают как-то, типа, ой, какой ты у нас там активный, да, чересчур Или ой, наоборот, да, что-то, то есть дают какую-то оценку И ребенок начинает, ну, как-то осознавать, что он вот такой А потом складывается ощущение, что вот это хвалят, это хорошо, да, а вот это критикуют, там, или мама хмурится, это плохо И потихоньку, как бы, мы входим, то есть вот эта потеря любви к себе, то есть потеря принятия себя таким какой-то есть Оно, как бы, заложено, мне кажется, в природе человека Никого оно не миновало, как бы родители не старались Все равно есть некие ожидания, в которые мы изначально вписываемся А потом идет время, проходит какое-то количество лет, и годам к 30 Начинает быть тесновато в этих рамочках, хочется из них, ну, выходить, освобождаться И начинается вот этот путь, как бы, обратно, да, а какой я, и вот то, что я принял на веру Насколько это действительно мне соответствует, насколько вот, ну, я правда, там, активный, да, или, может быть, на самом деле Это выученная активность, а если я себя по-честному послушаю, окажется, что я в природе своей совсем другой То есть вот начинается вот, ну, как бы, такой путь Поэтому я думаю, что да, все, то есть вот те, там, 20-15%, которые ты оставила, это, вероятно, те, которые уже, ну, проделали обратный путь Да, и все, а так вот, чтобы прям человек как-то совсем не пострадал от каких-то ожиданий и не старался под них подделываться Мне кажется, это вряд ли В редкости Можно, да, ну, я не встречала Мне кажется, чтобы понять про любовь к себе, ну, хочется разобраться еще с нелюбовью к себе, да, вот, что ее формирует как норму, да, вот, ожидания, там, родителей и социума Это одна история, что еще может, ну, вот, подрубить даже, там, зарождающуюся, может быть Мне кажется, тут два основных момента, вот, которые я уже назвала, да, то, что есть всегда ожидание И нам, конечно же, хочется, ну, соответствовать, да, получать эту любовь извне, быть принятым И поэтому мы, конечно, стараемся как-то, да, устраиваться Вот, а второй момент, это еще страх проявить себя таким, как есть Ну, он связан с первым, но он очень сильно работает, и он мешает Вот, и потом, когда уже человек, например, озаботился тем, чтобы вернуться, вот, к любви, к себе, да, к принятию Ему это бывает сложно сделать, потому что очень страшно, что если я вдруг выйду из этих рамок, тогда чем я буду мотивирован-то? Что мной будет двигать? Я тогда же, может быть, лягу и буду... Вот, тоже об этом думала Лежать, то есть, есть вот эта вот, ну, какая-то иллюзия такая, что если нет внешнего вот этого пинка Или какой-то планки, к которой я стремлюсь, то тогда я не буду двигаться Тогда, ну, типа, я буду вот просто лежать, созерцать этот мир, да Все же хорошо Все же хорошо Зачем куда-то бежать? Да, но это заблуждение, потому что, на самом деле, у человека, вот, пока он жив, всегда есть энергия И если он будет лежать, у него все равно возникнет какой-то естественный импульс Он увидит, не знаю, что-то там на потолке, подумает о том, что его неплохо бы... Побелить Побелить, да, и почувствует энергию на то, чтобы встать и это сделать То есть это естественным образом, ну, что-то его включит, да, появится какая-то потребность Даже элементарно, ну, физиологическая, да, вот, поэтому вот, наверное, два таких момента Ожидание, да, и желание быть принятым, они, как бы, держат вот в этом И страх от этого отказаться, потому что кажется, что там пусто, да, что там тогда, ну, жизнь будет бессмысленна А страх, вот, оценки, он тоже... Ну, это в ожидании Это в ожидании, да, то есть я ожидаю, потому что я хочу быть принятым и любимым Соответственно, если я вдруг выйду из этих ожиданий, ну, меня же тогда разлюбят Изгонят Изгонят, да, да Но это тоже такой, ну, как бы, общечеловеческий страх, да, нормальный такой Это надо просто вот попробовать прожить вот этот опыт Вот я вышел из ожиданий, и, да, кому-то это не понравилось, но кто-то точно остался То есть вот прожить этот опыт, что мир в этом месте не рухнул Про проявление вот этой нелюбви к себе, ну, бывает же, что начинает прям эта проблема становиться явной Как понять, что пришло время смотреться в эту тему для себя Может быть, там, и пойти к психологу, или, ну, просто что-то поделать Именно, что время пришло, какие звоночки есть? Ну, традиционно считается, да, что когда, ну, неуверенность в себе, например, там, да, я не могу решиться на что-то Или испытываю, ну, какое-то очень сильное волнение в контакте, например, с кем-то, да Не могу реализовать какие-то свои идеи, смущаюсь, там, ну, в общем, вот что-то такое, да Но это какой-то такой поверхностный уровень, да, мне кажется, он всем очевидный Первым делом думают, вот, я недостаточно себя люблю Или, например, проблемы в отношениях тоже часто связывают именно с этим То есть есть разлад какой-то, да, какие-то трудности Ну, и, возможно, дело действительно в том, что нет достаточного уровня, там, принятия себя, и поэтому сложно Вот, но это как бы то, что человек может сам заметить Если посмотреть поглубже, или иногда это даже виднее со стороны Бывает, что звоночком таким является вот эта увлеченность какими-то, как раз, вот курсами, марафонами Или вот этими постоянными уходовыми процедурами То есть вот когда такое постоянное улучшательство возникает, это тоже на самом деле, да Кажется, что наоборот человек, ну, так сильно себя любит, да, что не может остановиться просто все время что-то делать А на самом деле это как раз говорит о том, что там недостаточно вот этой вот базовой любви и принятия И, ну, это сподвигает на постоянную активность Вот, поэтому на это стоит обратить внимание, если человек замечает, что что-то его все время куда-то несет И он не может остановиться, что, вероятно, он от чего-то убегает А вот любовь к себе в контексте, ну, контакта, например, там, с близкими Часто же психологи говорят, что, там, прежде чем полюбить кого-то другого, там, полюбите себя А вообще, чисто теоретически, возможно ли без вот этой базы, без любви к себе полюбить другого человека? Или это просто такое какое-то психологическое клише, которое на самом деле к реальности-то и не отношения не имеет? Да, ну, мне кажется, что полюбить, конечно, можно То есть любовь к себе — это же не что-то, что нужно вырастить Это скорее то, что нужно, ну, как бы очистить вот эти слои, которые налипли сверху И там обнаружится, что это любовь есть То есть это не что-то несуществующее, да, это то, что есть И, собственно, мы другого любим тем же местом, которым и себя Ну, и оно доступно Просто пока любовь к себе не открыта и, ну, как бы запечатана, да, вот как раз этими ожиданиями и страхами То мы как бы, ну, как это как проекция, да, любовь к другому — это проекция своей собственной любви к себе То есть, конечно, ты можешь полюбить Но только так, в той степени, как самого себя Почему? Ты, наоборот, можешь очень сильно влюбиться, да, и почувствовать вот эту любовь Но просто она пока может быть только вовне направлена То есть ты думаешь, что ты любишь, потому что это человек такой, да, но не замечаешь, что этот объем любви, который ты источаешь, что он твой собственный Просто туда ты не можешь пока заглянуть, потому что там все заперто Заперто, да Поэтому вот по вот этой влюбчивости, наверное, можно даже оценить степень, ну, предположить, да, насколько сильно человек себя может любить Если он так может любить другого А, ну, и вот вопрос исходящий, ну, мне кажется, ты частично про это проговорила Можно ли полюбить себя через любовь другого? Как-то твой путь, как я поняла, он тоже во многом по этой дорожке Ну, да, то есть человек может подсветить что-то, ну, как бы посмотреть на тебя любящими глазами, да, и ты, ну, благодаря этим любящим глазам можешь увидеть что-то в себе И как бы, ну, и тоже это заметить, да, и раз он может полюбить, да, и увидеть в тебе и считать это прекрасным Ну, и ты, как бы, так веришь в то, что, может быть, это действительно так, да, то есть ты, как бы, это как вход, как дверь другой человек, да, который может тебе показать, ну, тебя Доступ Да, но иногда бывает, что вот как способ это не работает, а человек как бы приклеивается, да, привязывается Ну, это невротическое Да, то есть мне нужно все время это получать То есть когда я вижу эту любовь, я ее и внутри чувствую Как только не вижу, на меня так не смотрят или я не состою в отношениях, то внутри я ощущаю, ну, страх, тревогу, там, дыру, дискомфорт, да, и мне срочно нужно, то есть, ну, вот как фонарем, да, если светят, я вижу Если не светят, то как будто этого нет, хотя она же никуда не делась, ну, она все там же, просто не умеешь смотреть Если вот взять эту тему, тему любви к себе, то есть ты уже сколько, получается, лет, ну, следуешь как практик, как человек Ну, вот так прям, чтобы глубоко основательно, и вот курс, ну, наверное, года четыре или пять, может быть, четыре, наверное Да, четыре Есть что-то в этой теме, что тебя бесконечно, бесконечно удивляет, поражает историей какая-то, может быть, там, какой-то трансформации, когда раз-раз и вдруг, казалось бы Ну, вообще, тема любви меня в широком смысле влечет, ну, и, наверное, любовь к себе, как вот частный случай, да, и Ну, я даже не знаю, ну, масштаб, наверное, какой-то, что это такая тема, которая может на все области жизни пролить свет, да, и что она как будто как сама по себе достаточная То есть можно хотеть, ну, там, интересоваться, не знаю, развитием интеллектуальным, там, или телесным, или каким-то еще Ну, это как вот разные грани, а можно найти вот эту любовь внутри, и все остальное просто подтянется То есть для меня это какая-то такая вот красная линия, ее самой по себе достаточно, и можно испытывать там радость и счастье Просто от, вот, ну, имея возможность испытывать это состояние Какая-то универсальность, наверное, вот этой темы, она самая такая для меня вдохновляющая Смотри, мы поговорили про то, что, там, к любви можно прийти, ну, из самого себя, освобождая себя от ожиданий и, там, от страхов проявляться, да, вовне Через другого, да, полюбив себя, полюбив другого и поняв, какой потенциал любви в тебе есть, или посмотрев на себя его любящими глазами А есть ли еще, ну, какая-то, может быть, третья сила, какие-то системы больше, чем человек-человек и я-человек, которые могут стать дорожкой к себе Ну, вот, с чего, наверное, я начала, то есть вот эта тема про сочувствие Можно, как бы, любой свой, ну, какой-то недостаток, так скажем, в кавычках, да, рассмотреть именно историю его возникновения То есть что там такое происходило со мной, да, что теперь вот у меня есть эта некая сложность, там, или трудность И когда мы вот так рассматриваем и видим этот момент, и видим вот того себя, там, я не знаю, в возрасте, там, восьми лет, с которым что-то произошло, да Мы можем испытать сочувствие и, как бы, вот того маленького себе забрать, да, то есть взять вот эту ответственность за себя и дать себе то, чего, ну, не хватило там Когда я отвечаю за вот эту свою часть, я могу дать ей все необходимое, там, разрешить то, что там не было разрешено, да, или дать, ну, какую-то там любовь, нежность, да, все, чего не хватало И это поможет почувствовать, ну, сейчас в моменте, да, больше вот этой любви к себе Еще мне кажется, что, ну, такая идея, наверное, может быть полезна, что вот эти условные недостатки, особенно с внешностью вот это работает Что вот есть некий такой талон, как бы красоты, да, у меня вот там есть какие-то от него отклонения И идея в том, что вот то, что вложено природой, да, оно несет как раз уникальность И вот эти отличия от некой нормы, вот то, что выпирает, это, вероятнее всего, вот те самые выдающиеся какие-то качества Которые ты не принимаешь в силу их несоответствия, а на самом деле в них содержится самая большая энергия, самый большой потенциал Сила Да, сила, которую можно распаковать И вот мне нравится такой пример, что, допустим, личинка вот этой вот бабочки, да, она уже изначально в себе содержит информацию про то, какой будет эта бабочка Какие у нее будут крылышки, какого она будет цвета и так далее И вот если бы она там себя костерила за то, что она так как-то вообще не очень выглядит, да, вот, то, ну, это бы не помогло, да, это бы притормозило А если бы она, ну, начала это воспринимать как данность, то она бы выросла вот, ну, в ту бабочку, которой она была задумана Поэтому вот обращать внимание на вот эти моменты, это как видеть вот эти пути, да, из которых вот моя уникальность может как раз проклюнуть Тоже же наверняка есть какие-то эталоны, может быть, в культуре или в искусстве, да, ну, человек, который прям транслирует это состояние любви к себе Или персонаж художественный, там, еще какой-то, у кого вот так вот, если сократить дропы, можно поучиться, как примера Поскольку это же действительно редкий дар, там, любить себя, если в норме у нас не любовь Есть ли кто-то, кто подсвечивает эту тему, на твой взгляд, ну, прям, вообще, ну, какой-то, любой человек, персонаж Ну, персонажа вот так вот навскидку, не знаю, подумала про героиню «Ешь, молись, люби» Наверное, для меня это вот персонаж, а вообще я вспомнила про книгу, которая меня очень вдохновляла вот на этом пути, да Она называется «Дары несовершенств» или «Несовершенства» Броне Браун? Да, 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 да То есть вот именно вот этот подход, да, с точки зрения недостатков, что это не то, что нужно прорабатывать, исправлять, развивать и так далее, да То, что нужно вот, ну, увидеть, полюбить, рассмотреть, и там тогда вот как раз все волшебство в этом месте и случается Я слышала, что какой-то ковч получил какие-то бесстыжие деньги, что-то миллион долларов или что За то, что он дал какому-то богатому человеку совет именно про то, что типа не нужно там вот, он говорит, вот у меня вот такие недостатки, у меня вот такой план по их там выращиванию Он говорит, вообще все не так, бери свои сильные стороны, пестуй их, а недостатки подтянутся автоматически Это прикольно Мы каждого эксперта просим поделиться какой-то практикой, каким-то упражнением, которое может помочь приблизить вот к этому состоянию любви к себе Можно несколько каких-то идей, как можно саму себе побыть психологом, да, без какой-то посторонней помощи Что можно сделать для себя в этой теме? Ну, я бы предложила рассмотреть, ну, прям, может быть, выписать, зафиксировать какие-то основные моменты, которые вызывают вот такое неприятие и нелюбовь, ну, например, во внешности И поискать какие-то, как бы, метафоры, что ли, да, в искусстве или в природе, которые, ну, похожи, да, которые, как бы, олицетворяют вот, ну, ту или иную, там, не знаю, часть тела, которая не нравится То есть попробовать через это, так вот метафорически увидеть силу этого недостатка Ну, и вот то, что я уже упоминала, да, просмотреть вот эту историю, чтобы почувствовать, что, ну, есть основания А есть ли какие-то способы работы вот с этими ожиданиями, которые, с этой луковицей, да, которые скрывают нашу любовь к себе Вот эти ожидания от, там, родителей, от общества, есть ли способ как-то чуть-чуть от них отмазаться? Ну, подвергать сомнению, да, то есть разбираться с тем, насколько они мои, да, то есть потому что бывает, что это мне самому важно, да, во что-то вписываться, это, как бы, нормально А может быть, это вот исключительно принесено, там, например, родителями, и, там, мне не все подходит То есть просто, ну, как бы, разобрать, да, вот это берем, а это не берем Что еще? Ну, во-первых, да, осознать, да, их тоже тоже, в принципе, полезно Даже если ты их выпишешь, да, уже получается, что шаг большой посмотреть, тоже надо смелость иметь Ну, да, то есть, ну, просто, как бы, заглянуть в глаза, да, в лицо А со страхами, вот, страх проявляться, да, как часть той, которая скрывает проявление любви к себе Есть ли какие-то простые практики, упражнения в эту степь? Можно попробовать, вот, прям побояться, ну, то есть выбрать время, когда страх накатил, да, и когда он особенно, вот, прям, ярко ощущается И телесно чувствуется, да, это прям такая сильная эмоция И попробовать, прям, выбрать время, сесть и, ну, как бы, там, взявшись за какую-то опору, да, просто продышать, прожить Понять, что вот я сейчас боюсь, вот эти мысли множатся, роятся, и они все сильнее давят А я при этом остаюсь сохранным, да, там, на меня не падает потолок, стены, все в порядке Я сижу, чувствую опору под ногами, дышу Ну, и вот, собственно, ну, проверить, да, что ничего не случается То есть любой страх, на мой взгляд, вот, проживается именно так, вот, как в панической атаке, да Ну, то есть мы знаем, что есть вход в это состояние, вот, какой-то паники, тревоги, там, или страха И точно есть выход, всегда же мы, ну, через какое-то время понимаем, что это было вообще, да Ну, как-то, ну, раз, и прошло, как волна И поэтому нужно просто взять и вниманием в этот момент за что-то зацепиться, за дыхание или за какой-то внешний предмет И держаться за это, параллельно осознавая, ну, весь этот ужас, который внутри происходит То есть как бы мы не верим тому, что это реально Как заходишь в какую-то, там, не знаю, комнату страха, да, и понимаешь, что это иллюзия Это вот просто такие искусственные пугалки, надо просто прожить, чтобы удостовериться, что это продукт ума И он, ну, реально ничем не угрожает Ну, ты, получается, столько лет всматриваешься в эту тему, да И что, как тебя это изменило саму? Ну, вот я уже, как бы, сказала, да, что вот меня, именно вопрос любви к себе, он меня, как бы, никогда не заботил Меня всегда заботила любовь к другим, их любовь ко мне и вообще отношения Но потом, вот, как бы, да, ну, что уже я рассказала, я вышла к тому, что вот этот опыт такого контакта и сочувствия И какой-то близости рождает что-то такое внутри, что можно было бы назвать любовью к себе И потом это начинает трансформировать, ну, собственно, отношения И, ну, вот если говорить про меня, то, наверное, вот в этом смысле произошла трансформация Что я очень сильно искала любовь в плане вот именно партнерства, отношений А потом, вот, когда она так вот прям качественно раскрылась внутри Оказалось, что дело не снаружи Хотя это из-за всех утюгов, что называется, да Но вот именно прожить этот опыт получилось только... Знать и проживать Да, только вот внутри Когда переживаешь какие-то потери Что-то разрушается в плане отношений И кажется, что вот все, и потом вдруг эта опора, ну, вот эта любовь, да Она обнаруживается изнутри И становится не так уж и важно, что там происходит И люди могут меняться, да, отношения могут заканчиваться и начинаться Но вот это внутреннее состояние, оно прям свет И вот, ну, для меня это такой самый главный итог Ну, и мне кажется еще, что это очень важно Потому что в этом и смысл на самом деле Потому что иногда любовь к себе начинает как-то эксплуатировать Как некая... Люди используют психологию как какую-то служанку Да Типа, приди, пожалуйста, вот у меня проблема, порешай Я хочу, чтобы было как я хочу А психология, любовь к себе, роли, маски, все что угодно Это как средство Да, ну, и моя это тоже большая боль Потому что, конечно, это никакое не средство, да Это, ну, как бы не обслуга Это то, что ценно само по себе И вот когда, например, люди озабочены, ну, допустим, отношениями как раз, да И ищут их и понимают, ну, потому что много всего начитались и наслушались И, в общем, в целом образованные более-менее психологически Они понимают, что вот, ну, раз у меня там не складывается Мне надо, значит, как-то вот любовь к себе прокачать Они иногда даже приходят прям с такими запросами Хочу прокачать любовь к себе Да, хочу вот себя так полюбить, чтобы, наконец, меня кто-нибудь полюбил И это прям, ну, сразу обреченный путь Потому что тогда как будто бы сама любовь к себе Само это состояние и пребывание в нем Это какая-то недостаточная ценность Это вот такой промежуточный этап Чтобы встретить там мужчину, например, да Если мы говорим про женщину Ну, и это странно, потому что так не приблизиться То есть это можно даже, например, закрыть вот эту цель свою Но потом снова начнет чего-нибудь хотеться Потому что, как бы, вот эта дыра, да, как, говорит, могла я дотешить Она так и не закроется ничем, что ты в нее не складывай Вот, поэтому, конечно, это самостоятельная ценность Это никакое не средство И если уж вы там собираетесь начинать любить себя То только исключительно для того, чтобы наслаждаться этим процессом А не для того, чтобы к чему-то прийти Вот Хочется всем пожелать поиска любви к себе из любви к себе Из любви к себе, да Класс И во имя любви Спасибо большое за беседу Уверена, что после нее любви в этом мире станет чуточку больше А следующая наша встреча будет посвящена опыту предков И тому, как этот опыт влияет на наши судьбы Субтитры сделал DimaTorzok